Я сейчас думаю про Леди Внимание, вечериночку и флирт. Должна быть песня из Алладина. Арабская ночь, волшебный Восток. Этот аромат и для Монатика, и для Веры Брежнева. Господи, как красиво. Ну, это так надо было подытожить. Ну, просто я... Друзья, всем огромный привет. Привет, вы смотрите мой канал. Канал называется Елена Бау. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну, а что ставить лайк? Еще выпуск-то не видели? Ну, можно заранее. Я тоже ставлю лайк заранее, что будет круто. Вы видите, сегодня в кадре я снова со своим коллегой, который уже отлично разбирается в ароматах. И сегодня мы сделали очередной эксперимент. Сегодня мы будем снова с тобой давать номинации ароматам. Тестируем, делимся впечатлениями и даем номинацию. Какая бы девушка могла носить аромат, а ты мне в этом поможешь. Хорошо. Я, как всегда, просто кайфую и, возможно, шучу. Да, возможно. Как всегда, у нас уже заготовлены и совместно подобранные номинации. У нас есть леди пафос, то есть такая леди, которая хочет заявить о себе. Немножечко высокомерная. Ну, а почему бы и нет? Вдруг там хороший статус, да, и это все позволяет. Есть девочка-праздник, когда заходишь, ее аромат создает уже какую-то атмосферу счастья, вот что-то такое. Деловая. Ну, сами понимаете, какая-то деловая или в прямом смысле по жизни деловая, или деловая просто потому что в работе, в делах. Вечериночка. Такая номинация в тренде лета, мне кажется, когда вечер превращается в ночку и доброе утро уже. Я думаю, возможно, будет пересекаться с девочкой-праздником, да, ну посмотрим. Ну, мне кажется, что вечериночка это такая более шальна. Девочка-праздник это такая все-таки интеллигентный праздник, семейный, возможно. Короче, девочка-позитив. Да. Скромняшка, то есть когда ты хочешь пахнуть, но для себя, и не дай боже, кто-то другой услышит этот аромат. Фитнес-диво. Ну, тут мы с тобой разговаривали за кадром. Кто такой для тебя фитнес-диво? Короче, мне кажется, что так как я много лет занимался спортом, плаванием, и это вообще априори ароматы, которые нужно использовать уже после занятия спортом, потому что если во время, либо до зала попробовать аромат на себе, то люди, которые пришли туда заниматься, я думаю, не сильно будут рады тому, что кто-то использует аромат и начнут задыхаться, какой бы он ни был. Короче, если честно, он сейчас это так все завуалировал, за кадром он говорит, так, хватит духаться, духаться в зал, вот так ты сказал. Да, это да. Ну, если говорить о правильной речи, друзья мои, если вы идете в спортзал, не забывайте о нюансах, как раскрывается аромат во время занятия спортом, и я замечаю, что несмотря на то, что сейчас лето и в целом, очень многие пытаются демонстрировать свои очень яркие ароматы именно в фитнес-зоне. Прошу, не делайте этого. Дальше две номинации, это два таких человечка, леди Внимание, которая, в принципе, хотела бы с помощью аромата к себе как-то призвать людей, и леди Флирт, такая секси-пекси, которая бы хотела, там, эээ, понюхай меня. Вот как-то так. Ну что, ты готов? Да, я готов. Поехали. Поехали. Я знаю, вот я, наверное, что-то вот схватила. Мать драконов. Мать драконов. Схватила яйцо, да, с драконом. Посмотрим. И правда, красивое оформление. Название здесь сейчас будет аромата? Пожалуйста. Что происходит? Сразу хочу сказать, что мне очень нравится старт. От ниши мы ожидаем сразу такого большого объема. Старт вот уже у меня сел на слизистый. То есть он достаточно такой прямой, но он такой с кислинкой. Мне кажется, это такое дорогое мыло. Дорогое мыло? Да. Подожди. Я, ну, слушай, почти мыло в форме. Вот так раз, руки помыл, все. Так, нужно сейчас отдать звание. Да, кто бы мог пользоваться дорогим мылом, если ты так говоришь. Но, да, такой аромат немножко замыливается. Аромат уходит в чистоту. Но с кислинкой в то же время очень, мне кажется, хорошо бы для лета. Да, вот я думаю, что это может быть. Я сейчас думаю про Леди Внимание, вечериночку и флирт. Мы тут видео снимаем, а он думает про флирт, вечериночку и про Леди Внимание. Я хочу сейчас отдать девочку праздник, она же позитив, улыбка и так далее, вот этому аромату. Он у меня не вызывает праздник, почему-то, да. Но вот я не могу им наслаждаться долго. Ну, потому что праздник, он как бы не какое-то время. Классно, когда праздник каждый день, но объективно и реально это праздник... Да, им можно перенасытиться, да. Поэтому праздник классный, такой флэшбэк в какой-то день. Хорошо, что мы не показали это за кадром, как я только что уже пользовалась следующим ароматом. Сразу хочу сказать, что это Бильгельм Парфюмери Нью-Йорк. Эти ароматы я никогда прежде не видела. Здесь пришла, увидела и заинтересовалась. И даже выбрала целых два аромата, потому что очень нравится мне их подача. И флаконы, и оформление стильно, и немножко ретро в духе Нью-Йорка. В общем, что я болтаю? Давай. Я... Ты уже, да, нанесла? Нанесу. Я уже предокушение, потому что я люблю манго. Я обожаю там... Манго скин. Да, манго скин, а кожа манго. Да. То есть тут варианты, либо это кожа манго, которая является основной, да, доминирующим ингредиентом основным. Это же можно есть, это хочется кушать. Давай, ешь! Слушайте. Блин, я... Это сейчас на первом месте из тех ароматов, которые я пробовал ранее. Блин, очень вкусно. Это должно быть все номинации в одном. Да, короче, это прям советую. Здесь нет вот этой отдушки, знаешь, как гель для душа, какой-то вот синтетики или дешево не звучит. Это манго реально дорогого курорта. Да, вот именно, я же говорю, какой-то не АТБ-шный манго, а типа там где-то во Вьетнаме, где-то на берегу у какого-то острова, да, вот это манго, которая только упала, раскололась, и такие капли сока. Это будет ужасно, если мы отдадим фитнес-диве? Это на твое усмотрение, потому что, ну, для меня это не ассоциируется с фитнес-дивой, объясню, но здесь мы с тобой, как бы, я опираюсь на мужское мнение в этом видео, поэтому и работаем в тандеме. Я, для меня это больше что-то вечериночка, когда вот ты отправляешься на тусу, и ты такая именно манго-девочка, и ты выделяешься, вокруг тебя какая-то феерия, и все вообще. Согласен. Короче, я дам, потому что мы начали запутывать друг друга, да, вот этими фитнес-штучками, если вы нанесете аромат какой-то жесткий, да, какой-то жесть, перенасыщение, и люди просто будут задыхаться не от вашего тела, да, и скушаться вашим прессом, а именно от вашего аромата, то вечериночка, это прям можно нанести, наверное, в обед, потом освежить его, аромат, да, будет держаться и кайфовать. Манго-скин, Вильгельм парфюмери, Нью-Йорк, и это у нас прекрасная вечериночка, номинация для девушки, которая лайтовая, кайфовая. Можно сказать, этот аромат и для Монатика, и для Веры Брежной. Чериночка для собаки, для девушки, и для себя, вот, вот что значит унисекс. Идем дальше, красивый флакон белый Амарут Уэпстоун, Амарут парфюмерный дом, можете загуглить, почитать, но в целом флаконы бросаются в глаза за счет своей экстравагантности, строгости, и мне кажется, это олицетворение нишевой парфюмерии классика, да. Давай я тебе его нанесу, мне интересно твое мнение, потому что нишевая парфюмерия зачастую это унисекс, о котором мы говорили, и очень часто аромат подходит и для девушки, и для мужчины, а значит он не всегда сладкий, приятный, возможно будет какой-то такой более спокойный. Вот такие ароматы, диффузоры стоят в дорогих каких-то бутиках, где есть кожаный диван, и, ну вот эти штучки, диффузор, правильно? Да, да, штучки, которые вонючки, вот эти вот, да. Короче, это действительно, я вот, у меня две номинации, это леди пафос, либо деловая леди, в принципе, мы можем отдать леди пафос за такую, за такое богатство, насыщенность, и действительно, если такой аромат будет на девушке, не на мужчине, то вряд ли она выйдет из маршрутки, она выйдет из своей маршрутки, это ее маршрутка, она приехала на своем спринтере, одна, да, ну то есть, как минимум, если вдруг ты наносишь такой аромат, то вызывай Uber Select на правах рекламы. Я за интеграцию, просто думаю, что когда-нибудь у нас будет интеграция хотя бы с Uber, все, да. I don't need a prince by my side to be a princess, типа, мне не нужен принц, чтобы чувствовать себя принцессой, а, ну ты знаешь, он близкий. Да, я так и перевел, нет. Итак, ой, что-то мне надо продуплировать, просто у нас уже, простите, носы после таких насыщенных ароматов. В целом, аромат лично мне достаточно нравится, не использовала бы я его летом, хочется его на тусовочки, на вечериночки, на пати, на вечер. Ассоциация, это какой-то пирог испеченный, там, с корицей, ну, короче, это вот... Девушка-пирог, у нас нет такой номинации. Да, какой-то домашний пирог, то есть, это прям... Типа, аромат независимый, ну, если мне не нужен принц, и я так принцесса, то эта принцесса может быть и дома пекущая пироги, верно, получается? Да, может быть, это вот такой аромат для себя, у нас есть такая номинация, в принципе, и глядя на остальные, то есть, это не может быть флирт, хотя для голодных мужчин, и прямо в верностном смысле, да, если вы нанесете аромат пирога, да, или каких-то выпечек, то, возможно, приманите к себе такого полненького самца. Слушай, ну, какой там жасмин, какие там, я не знаю, пачули, какое дерево, вот аромат пирога, вот что привлекает мужчин. Главное не идти за этим ароматом действительно голодным, потому что, ну, ну, тут уже, да, нотки другие. Вот ты и сказал, там какое-то дерево, тут уже и дерево мне слышится. Ну, в общем, из всех номинаций, которые у нас тут есть, действительно, это может быть аромат для себя, аромат с номинацией «Скромняшка» получает у нас четвертый парфюм. Значит, следующий аромат меня привлек названием «Black Citrus», «Черный Citrus». Опять-таки, если вы заметили, это парфюмерный дом от «Вильгельм парфюмери Нью-Йорк». Флаконы, которые я никогда в жизни до этого не видела, ни на каких сайтах, и это меня заинтересовало. Качество аромата классное. Надеюсь, что они оценят мои комплименты. Ну, а теперь хочу, чтобы ты оценил этот аромат, потому что тоже он меня привлек. Может остаться и раскрыться немножко по-другому, и остаться в сознании людей, которые в дальнейшем будут, блин, паренек такой приходил с ярким ароматом, или бы леди, которая прошла, мужчины взглянут на нее, повернут голову, обратят внимание только из-за аромата. В общем, я... Ну, он все-таки такой унисекс. Именно вот прям нету слишком женского, слишком мужского такого. У нас есть деловая, фитнес-дива, леди-внимание, леди-флир. Лично для меня это аромат деловой девушки, которая не пересердствует в сладость, нейтральность, приятная нейтральность в аромате. Я вот просто за внимание и за деловую леди. Давай. Да, нужно... А вдруг тут будет вот просто... Далее у нас идет религиозный черный флакон. Вот, поэтому, может быть, здесь залог вашего... Внимания, да? Да, вот. И либо наоборот, вы будете деловой леди. Ну, давай сейчас, и это флакон под номером пять, мы отдаем деловую леди, деловая. Если ты деловая и смотришь нас, такая, типа, ой, это вот отвлеклась от своих дел, да, и такая, думаю, какой мне ароматик присмотреть. Ну, вот он, тут стоит, забирай его. Я не сильно в религиях разбираюсь, но вы посмотрите на вот этот карандашик, да, сверху. По-любому это... Нет, тут просто должна быть песня из Алладина. Арабская ночь, волшебный Восток. Но что-то мне он понравился, как и для себя. Как потому что, ну, я люблю иногда унисекс какой-то. И иногда чрезмерная сладость в таких восточных ароматах, наоборот, как бы мне не очень. А вот мужская линяя... Блин, ну, это прям мужской аромат. Да. Ну, есть леди, которые любят мужские ароматы, которые... Стоит в флакон любимого мужчины, она так-так-так... Ну, конечно, я говорю про какие-то эксклюзивные комбинации. Что думаешь? Так, так. Здесь прям, ну, чувствуется такое... Ну, не то чтобы классический, но явно такой мужской аромат. Я не знаю. Если девушка его нанесет, возможно, она качается. Возможно, у нее очень много гормонов, да, которые... Или много энергии, которые она сжигает в зале. И показывают всем свою какую-то мужскую сторону. И, собственно, для этого придумали, наверное, залы для девушек. И вообще девушки ходят, качаются в общем. То есть это для брутальных фитнес-леди. Да, да. Вот если вам мало ваших баночек красивых, вашего пресса, ваших стальных ягодиц, то нужно еще подчеркнуть это в аромате. Это арабская ночь. Для Сережи флирт — это эротик. Это два синонима, чтобы вы понимали, как мужчины рассуждают. И с помощью этих видео, собственно, я и приглашаю вас, девочки, в мужскую логику прогуляться. Мы-то выбираем ароматы для себя, а мужчины их воспринимают немножечко по-другому, искаженно. И когда говорят, что женская логика том 128, то говорю в противовес. Мужская логика том 1250. Мне просто кажется, что флирт, он по себе будет такой эротичный. Вряд ли этот аромат, который мы еще не попробовали, кстати, будет нанесен на зимнюю куртку. То есть он по-любому нанесен будет на голое тело или там оголенные плечи. Ну и так далее. Вот я к этому вел. А если так, на кофту с длинными рукавами и шеей. Может, это флирт интроверта. Библиотекаря, флирт библиотекаря. Остался у нас Zarko Parfume, аромат, про который я рассказывала, про бренд рассказывала я в предыдущих видео. Кстати, один из ароматов Zarko Parfume я сделала ароматом июля. Этот аромат тоже из коллекции Cloud Collection, но цифра номер один. Его нужно вот так вот немножечко, это нормально. Если остальные ароматы лучше так не делать, то у Zarko Parfume на сайте написано, что ароматы могут по-своему проявиться. Очень приятный. Он такой нежный, спокойный. Ну, для меня сейчас не сильно такой дерзкий, как вот были там, которые прямо впиваются тебе в мозг и подсказывают тебе действуй. А ты что, про женщин, которые впиваются в мозг, да? Да, и говорят тебе действуй или иди туда, мне надо сумка. В общем, черт, у нас осталось на самом деле две номинации, это Lady Flirt и Lady Внимание. Это сейчас такой легкий, флиртовой, не знаю. Но он с тобой, аромат флиртует уже с тобой? Он очень такой, там очень много разных нот, поэтому действительно его можно нанести на все, что живое. Да, и он раскроется по-разному, вот. Но для меня он сейчас не был таким дерзким, и он точно не Lady Внимание. То есть, внимание для меня это как, наверное, на переезде к там, где поезд едет, да, вот этот звонок, шлагбаум падает, да, начинает все трещать. Так, внимание, будьте осторожны, аккуратны. Да, 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 то есть для тебя это конкретно прям действие. Да, вот действительно должно быть какая-то яркая такая эмоция, да. То здесь все спокойно, такой бриз, поэтому... На минуточку, бриз около 8 тысяч гривен стоит, так что... Ребят, не проблема, не проблема, всегда есть 8 тысяч гривен. В общем, Lady Flirt мы выручаем сюда, флиртуете побольше, главное, чтобы это было взаимно. Бережа тестирует пустой блотер, просто у нас сейчас отмена. Пока мы гуляли и тестировали ароматы, тестер кто-то уже на себя нанес, проникся ароматом, который я выбрала, поэтому у нас отмена. Сейчас мы прерываем видео, экстренно ищем замену, я отправляюсь экстренно что-то найти, есть у меня пара вариантов. Минуточку. Там был аромат don't take me wrong, типа не пойми меня неправильно. Я люблю такое, знаете, хоть это и попсовенько, но тут с одной стороны I'm a trash, что бы это значило, я не знаю. Ну, я знаю перевод, но как он передает аромат. Но с другой стороны на флаконе написано эстетика, что это цветы. Давай попробуем этот аромат, как он звучит, услышим его. И я думаю, что он заслуживает внимания, потому что он достаточно такой интересный, женский. Я не хотела прям волну тебе манталевскую там или мансеровскую, не хотела, чтобы ваниль тебя прям прониклась на твою слизистую. Ну, а тут цитрусовый такой цветочный тоже. Классный такой женский добрый аромат, не знаю. Может быть, лето. Внимание, у нас просто остался последняя категория всех леди внимания. Просто мне кажется, что я знаю ароматы такого типа. И вот эта кислинка иногда, она настолько уходит и направляется на людей, что очень часто бывает, наоборот, люди ухватывают. Потому что вот эта кислинка, она далеко слышна. Иногда даже больше, чем сам основной шлейф. Ну, по крайней мере, так работает со мной. Внимание, внимание. Короче, я... Получу ли я внимание с этим ароматом? Классно, что... Ну, короче, бывает, что аромат, не аромат вызывает, а отсутствие аромата вызывает внимание. Вот, то есть, особенно летом, когда мы открываем все свои поры, из них... Ну, вы поняли, о чем я, куда я веду? В общем, леди, леди внимания. Получишь ли ты с этим ароматом внимание? Да, чтобы уже ничего не перестанавливать. Ну, да, я понял, он такой добрый, хороший, мягкий, не знаю, возможно... Внимание, чье внимание я могу привлечь? Давай так, уже с этого... Во-первых, привлечешь внимание продавца-консультанта. Да, когда вы пойдете в магазин, обязательно привлеките хотя бы чье-то внимание для начала. Далее, привлечешь ли ты внимание? Ну, короче, незамеченным невозможно остаться, то есть, с этим ароматом. То есть, какая-то эмоция, какая-то доля, частичка нашего внимания здесь будет. Прямо, чтобы это была какая-то резкость и эмоция типа... Да, типа, чёрт, было так всё спокойно, тут человек ворвался с жёстким ароматом и дал, это же формат без, не YouTube, да, чтобы я сказал это слово. Ну, короче, чтобы получить вот трэша, как тут написано, I'm trash, я бы не сказал, но о том, что вы девушка в компании мужчин с этим ароматом, внимание обеспечено. Господи, как красиво, ну, это так надо было подытожить. Вот такой выпуск, эксперимент у нас получился. Обязательно, ну, поставьте лайк, это само собой, ну, и, конечно, мы ждем ваших комментариев, какой из этих ароматов, возможно, есть в вашей коллекции. Возможно, вы с чем-то не согласны и готовы передать такой привет Серёже. Да, пишите в комментах, и мы ответим, даже если я ваш аромат, я тут пытался не хейтить, да, жёстко, но если я не попал с каким-то вот, с какой-то номинацией, есть о чём вступить в диалог, я вступлю, зайду там в канал, да, и мы с вами попереписуемся. Поэтому смело, не стесняйтесь, пишите, разберёмся, да, и придём к правде, к сути. И я думаю, что это видео заслужило лайк мне, лайк Серёже, и до встречи, до новых экспериментов на моём очень ароматно пахнущем канале. Пока!